К вот этому гнилому мопеду подходишь и прям чувствуешь, от него воняет из ржавого-ржавого просто куска, не пойми чего, сделать с помощью полировальной машинки и различных других ухищрений мотоцикл, который похож на нормальный, который хорошо выглядит и который, в принципе, имеет товарный вид, чтобы выставить его в салоне. И полировщик по тем временам неплохо зарабатывал. Ключевое слово – выгодно. И вот как раз за этот факт я бы хотел от компании Мистер Мото попросить извинений. Действительно, это удивляет многих людей, как так вот человек может чинить BMW и все, что связано с BMW, и Макси-скутер и Сузуки. Какие-то две разных вещи, совершенно из разных миров. И я вам расскажу, кстати, почему так получилось. Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И в этом видео вы увидите, во-первых, рассказ о деятельности большинства мотосалонов. Мы разберемся, как они работают, на чем зарабатывают. И, в частности, здесь будет мой честный отзыв лично о моем взаимодействии с компанией Мистер Мото. Я вообще не люблю заниматься каким-либо очернением или обелением своих, так скажем, коллег. Но данный отзыв сделан по просьбе менеджера из Мистер Мото. Потому что не так давно, где-то недельку чуть больше может быть назад, мы выбирали мотоцикл там моему другу. Там вот где-то в уголке стоит гусь 2013 года. И, собственно, уже после оформления сделки менеджер говорит, ну вы отзыв там где-нибудь напишите. Вот я после того, как это услышал, сначала воспринял это с иронией. Ну, типа, говорю, если я отзыв о вас заставлю, он будет очень плохим. Но потом, после того, как ко мне приехал вот этот мотоцикл, я понял, что отзыв-то я оставлю, ребята. Прям вы его заслужили. И прошу это воспринимать не как рекламу, не как антирекламу. Ни в коем случае это только те факты, которые я лично про эту компанию знаю, которые лично я могу подтвердить. Также в этом видео я расскажу про одну очень некрасивую выходку менеджера компании Мистер Мото, которая произошла со мной около четырех примерно лет назад. 2020-й это, по-моему, был, когда я выбирал Бургман своему клиенту. И с тех пор я на протяжении вот всех этих лет никому не советовал даже появляться на пороге этого салона. И из принципа там не появлялся сам. Но вот сейчас, в связи с тем, что у моего друга был ограниченный бюджет, он нашел там интересующий мотоцикл, и вот как раз этим гусем я именно ему помогал его осмотреть. Только по этой причине я там появился. Сказать, что там что-то поменялось по моим каким-то субъективным ощущениям, я не могу. Если кто-нибудь из менеджеров или из руководства компании Мистер Мото увидит данное видео, знайте, что я в обиде на вас до сих пор, и я очень хотел бы получить от вас извинения, можно даже в письменной форме. А теперь давайте начнем с того, как же работают в целом большинство мотосалонов, например, в городе Москва. Мы не будем зацикливаться только на Мистер Мото. Этим, в принципе, славятся абсолютно все салоны, которые скупают технику из Японии. Значит, из Японии техника может быть куплена двумя путями. Первое – это заказ на аукционе. Заказ на аукционе – это вещь, которой, в принципе, в большинстве случаев можно доверять. Да, не всегда есть исключения. Значит, там обычно, ну, не всегда, опять же, бывает подтвержденный пробег и какая-то более-менее объективная оценка состояния, которая отражена в аукционном листе. Значит, я не видел сам, но со слов владельца, аукционный лист на этот мотоцикл был. Однако состояние очень сильно не соответствует тому, что он ожидал получить. В большинстве случаев мотоциклы, которые представлены в шоурумах различных мотосалонов, выкупаются, как они говорят, до аукциона, а конкретнее они выкупаются у других компаний, которые не проводят аукционов, и так получается дешевле. Значит, в мотосалонах есть некие люди, которые постоянно занимаются мониторингом того, что они могут привести ключевое слово «выгодно». Это не обязательно мотоциклы с большим пробегом. Это могут быть мотоциклы, например, как вот тот гусь. Вроде как пробег там действительно небольшой, но он был достаточно ржавым, и полировщики над ним очень сильно постарались. В Мистер Мото у нас всю жизнь была открыта вакансия полировщик, и я еще помню лет, так, наверное, 12 назад, когда я интересовался работой механика, и мне, в частности, была интересна компания Мистер Мото, они, к сожалению, не было у них открытой вакансии механика, но зато у них всегда была открытая вакансия полировщика, и полировщик по тем временам неплохо зарабатывал. Что-то там, со слов людей моих знакомых, кто там работал, типа 3-4, а то и 5 тысяч с мотоцикла он мог получить. И все считали, что это халява, и, естественно, все туда шли, а потом быстро понимали, что за эти деньги надо просто пахать. То есть можно из ржавого-ржавого просто куска не пойми чего сделать с помощью полировальной машинки и различных других ухищрений мотоцикл, который похож на нормальный, который хорошо выглядит, и который, в принципе, имеет товарный вид, чтобы выставить его в салоне, чтобы его продать. Чаще всего не сильно разбирающимся в этом людях. Но я не говорю, что все мотоциклы плохие. Просто в каждом стоящем в мотосалоне мотоцикле есть какие-то свои нюансы. Если вы собираетесь искать там бесплатный сыр, то вы найдете там только мышеловку, потому что просто так дешево там ничего не бывает. А если техника действительно хорошая, как правило, она стоит там недешево. То есть вы можете найти в салонах как мотоцикла со скрученным пробегом, так и не со скрученным пробегом, но вы должны внимательно и обязательно его осматривать с техническим специалистом, потому что покупка просто «ой, красивый, хочу!» розовый, там, белый, желтый какой-нибудь, эта покупка может стоить вам очень-очень дорого впоследствии. То есть лайтовое ТО вот этого мотоцикла после покупки в этой самой замечательной компании обходится человеку что-то в районе 80 тысяч рублей. Потому что, например, у него закисший наглухо в шлицах кардан, не вставленный на место пыльник, закисший наглухо подшипник редуктора. То есть, но самое крутое, это даже не все это. То есть это, ладно, это можно связать с тем, что мотоцикл стоял, а вот пробег 12 тысяч километров абсолютно не бьется с остаточной толщиной диска сцепления. Она всего лишь 5 миллиметров. Хотя новый диск около 6 с половиной, а сервис лимит около 4 с половиной. То есть, глядя на то, как сцепление изнашивается у большинства райдеров, оно могло пройти около 100 тысяч километров. То есть, явно это пробег не 12. Ну, то есть, я не знаю, что надо делать с мотоциклом, чтобы за 12 тысяч так убить сцепление. Я в это не верю. Это похоже на сказку. Но самое интересное другое. Я сразу при поверхностном осмотре обратил внимание на небольшое подтекание масла. Вот здесь вот, в районе правой головки, в районе клапанной крышки. Но поскольку тут все закрыто пластиком, ничего не было видно. Мы полезли, соответственно, проверять зазоры клапанов, регулировать при необходимости, менять свечи там и так далее. И внезапно обнаружили, что клапанная крышка имела трещину. Причем примерно на половине окружности, прямо вокруг свечного колодца. Я допускаю, что вместо мотоцикла этого могли не знать. Потому что явно были следы на пластике, что мотоцикл на эту сторону приложили. И как итог образовалась трещина. Да, безусловно, может быть, можно было бы к ним обратиться. И они бы этот дефект, возможно, устранили. Но мы этого делать уже не стали. Я пробежался по разборкам, посмотрел у нас. Крышку такую не нашел. И, собственно, вследствие чего была предпринята попытка ее заварить. Вроде как она прошла успешно. Очень надеюсь, что будет работать. Но вообще, если честно, мы сейчас не говорим про какие-то там реальные пробеги. Про состояние нового мотоцикла у мотоцикла 2007 года. Безусловно, такого не бывает. И я никому не говорю, что бывают чудеса. Это, ну, скорее редкость, чем правило. Чаще всего старый мотоцикл есть старый мотоцикл. Но вот это, это откровенный признак его технической неисправности. И продавать такое неправильно. То есть, это значит, что его, как минимум, как следует, не завели, не прогрели, чтобы эта течь проявилась. А если даже она и проявилась, то могли, значит, соответственно, это все как-то замыть. И сказать, что, типа, ну, так и было, наверное. Я работал механиком в компании, которая занималась привозом скутеров из Японии. Разгружал их из контейнера. Немножко у нас было мотоциклов, но в основном маленькие скутеры. И я прекрасно понимаю, как работает вся эта система изнутри. То есть, все, что смогли выгодно купить, купили. Привезли. Отдали в руки таких механиков, мойщиков, полировщиков, там, всех кого угодно. Если требует замены какая-нибудь там резина страшная или что-то, отремонтировали теми запчастями, которые наиболее выгодно смогли достать. Лишь бы красиво выглядело. То есть, в принципе, я помню прекрасно, что в той компании, я не буду ее называть, потому что ее, по-моему, уже даже не существует. Там прям прямые поставки были резины, аккумуляторов из Китая, еще каких-то там деталек на все самые распространенные модели скутеров. И все, что там неисправное, все силами механиков, которые сидят, грубо говоря, на окладе и в какой-то теплой коморке ковыряются с этими мопедами, все это ремонтировалось до состояния товарного вида. Я, честно, до сих пор с ужасом вспоминаю мопеды, которые мы называли гнилые. То есть, это были типа Хонда Дио, которая много-много лет где-то стояла. И мы топливный бак ржавый изнутри зачем-то промывали с ферри. Мне просто вот тогда сказали, что так надо делать. Я еще помню, что такая же точка была где-то в другой стороне Москвы. И мы, поскольку первые забирали мопеды из контейнера, к вот этому гнилому мопеду подходишь и прям чувствуешь, от него воняет. И мы, короче, старались забирать себе мопеды получше, а им отдавали мопеды похуже. Меня еще просили об этом не говорить никому. Ну, вот так уж как есть. Это уже дела давно минувших лет. Это был примерно там 2012-13 год. Теперь уже, я думаю, об этом вполне можно рассказать. И я думаю, ничего удивительного в этом нет. Проработал в этой компании недолго. После того, как меня заставили за оклад 22 тысячи рублей разгрузить бесплатный контейнер с тракторами, которые, чтобы сэкономить на доставке, были, собственно, без колес загружены поперек контейнера в два этажа. Причем контейнер был большой. Он, по-моему, называется 40 футов, если короткий 20. Ну, в общем, не суть. Это было все в мороз минус 20. И, в общем, на следующий день я просто ушел. То есть официально меня там никто тогда не оформлял. То есть я отработал там пару месяцев. И я просто ушел. Я не посчитал нужным тратить свое время. Хотя тогда финансовое состояние мое было откровенно плохим. Но даже при всем при этом я подумал, что такая работа меня, ну, как минимум, оскорбляет. То есть это некрасиво. То есть до сезона я в этом сервисе, так скажем, не доработал. К большому сожалению. А я думаю, что скорее к счастью. Ну, так вот. Я отвлекся от основной темы. Значит, про историю в Мистер Мото. Это примерно 20-й год. Меня клиент попросил выбрать ему Бургман. Значит, он присмотрел какой-то там белый Бургман в Мистер Мото. Там 10-12 года. По-моему, это не важно. 650-ка. В общем, выяснилось, что в Мистер Мото их есть похожих три штуки. Там где-то там с 8-го по 12-й. И, в общем, мне их выкатили прям все три штуки. То есть они стояли не в зале, а где-то у них там в закромах. Ну, то есть они еще не были выставлены в салоне. И, соответственно, я приехал. И, в общем и целом, ну, я сказал, да, что я занимаюсь профильно максискутерами Сузуки. Вы все это знаете, что у меня два профиля. Максискутеры Сузуки и BMW. И на тот момент я уже BMW занимался там, ну, несколько лет точно. То есть у меня уже была диагностика, все остальное. Это важно для дальнейшего повествования. Значит, я из этих трех Бургманов выбрал, на мой взгляд, самый лучший. Согласовал все свои наблюдения с клиентом. После чего этот скутер был этим клиентом приобретен. Он у нас обслуживался следующие там несколько лет. После чего его по моей рекомендации купил другой мой клиент. То есть я, соответственно, пришел как профильный специалист. Выбрал технику. Компания Мистер Мото на этом заработала денег. Техника оказалась нормальная. То есть все прекрасно ездит. Всем хорошо, казалось бы. Но есть одно обстоятельство, которое расстроило меня где-то примерно спустя неделю. И вот как раз за этот факт я бы хотел от компании Мистер Мото попросить извинений. Потому что это меня, честно говоря, убило. Это было, когда мы поехали моему другу выбирать мотоцикл R1200R. Примерно такой же, как вот этот, только серебристый. Естественно, я не мог ему отказать. Он присмотрел его. Вроде как мотоцикл нормальный. Опыта с BMW у него тогда еще не было. А у меня уже был. И достаточно обширный. Вплоть до того, что запчасти какие-то в наличии уже были. Значит, мы приезжаем. Я, естественно, беру с собой диагностику. Смотрю его. И, короче говоря, уже в процессе осмотра, уже ближе к его окончанию. Мой товарищ разговаривает с менеджером. Пока я там что-то читаю диагностикой. Смотрю, там изучаю. То есть там были дефекты. Но в целом мотоцикл был ничего. Ну, как бы за свои деньги. Все, опять же, всегда относительно. Идеальных бэушных мотоциклов не бывает. Даже, вон, трех-пятилетние гантели, как выяснилось, на рынке бывают, очень часто требуют больших каких-то вложений. Значит, и я, собственно, слышу такой разговор. Это все при мне происходит. Вот они рядом со мной стоят. Значит, мой товарищ говорит менеджеру, что я там профильный специалист по BMW. На что менеджер ответил матом с использованием очень нехороших слов и нехорошей лексики в отношении меня. Он сказал, что неделю назад я был специалистом по Бургманам. И специалистом по BMW я быть не могу. То есть он, видимо, воспринял меня как некого шарлатана-подборщика. А в его довольно маленькой головке и скудном уме, видимо, не могло уложиться, что, собственно, я могу быть именно специалистом по этим двум вещам и совмещать именно эти два профиля. Действительно, это удивляет многих людей. Как так вот человек может чинить BMW и все, что связано с BMW. И Макси-скутер и Сузуки. Какие-то две разных вещи, совершенно из разных миров. И я вам расскажу, кстати, почему так получилось. Потому что скутеры мне нравились в начале моей мото-жизни. И я на них ездил, и как-то так получилось, что начал их ремонтировать. Мне они нравятся технически. И я как бы очень сильно, ну, в нужное время, в нужном месте оказался, сделав пару геморройных скутеров, от которых отказались многие сервисы в Москве. И вот именно с этого началось сарафанное радио. И, в общем и целом, вся моя вот эта вот деятельность в мастерской. А BMW – это марка, которую я всегда любил. Она у меня, можно сказать, наследственна в крови. И, в общем и целом, я всегда хотел попробовать, что такое BMW. Всегда хотел себе мотоцикл, BMW и так далее. Но на тот момент времени, когда я начинал, я по финансам был очень сильно далеко от этого. И никого в окружении моем не было на мотоциклах BMW. Однако автомобили BMW были моей очень частой практикой. Я их всегда любил, ремонтировал, ездил на них. У меня было автомобили BMW, может быть, штук 7 или 8. И я их по-прежнему люблю. Я являюсь фанатом марки. Именно поэтому я где-то там года с 15-го начал потихоньку разбирать мотоциклы BMW. Потом купил себе один мотоцикл, второй, третий и так далее. И вот именно так, именно из любви к марке у меня пошло вот это вот увлечение мотоциклами BMW. Очень надеюсь, что эта история была вам интересна. Мне пора работать, потому что я специально сегодня пораньше приехал на работу. Для того, чтобы рассказать вам эту историю, нам сегодня надо этот мотоцикл дособрать до конца, отвезти его клиенту, заниматься другими. Там сзади еще много различной техники. Я вас очень прошу, прям вот прошу от души, будьте очень внимательны при покупке бэушной техники на вторичном рынке. Любой. В мотосалонах, на аукционах, где угодно. И если у вас есть такая возможность, если вдруг вы сами не разбираетесь, то попробуйте сделать так, чтобы этот аппарат посмотрел перед вашей покупкой какой-то специалист, которому вы доверяете. Это может быть механик, который будет заниматься его обслуживанием. Но самое главное, чтобы это был человек, который разбирается в технической части, а не хочет впарить вам красивую картинку. Потому что, вы знаете, если смотреть на психологию, то очень многие люди даже не осознают, что они хотят купить красивую картинку, а не хороший мотоцикл. С вами сегодня был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Вы знаете, что нужно делать. Лайки, колокольчики, комментарии. Всем пока!